Первый раз у нас родился, ну я не могу сказать, что это альбинос, но обалденно красивый, серый, еще с капелькой белой на голове. Сотрудники зоопарка рассказывают, когда на свет появился этот малыш-крылан, на улице шел сильный дождь. Малютку так и назвали – капелька. У детеныша необычный для своего вида окрас. Как правило, крыланы полностью серые. Всего в террариуме живут три пары летучих собак. Они переехали сюда из Ровенского зоопарка полтора года назад. Леточки у нас появились чисто неожиданно. И мы очень долго с ними игрались, привыкали и ухаживали настолько, наверное, хорошо, что они у нас буквально через месяц-полтора где-то самочки родили. Три самочки. Сотрудники зоопарка кормят крыланов ассорти из экзотических фруктов. Этим они питаются в дикой природе. Больше всего любят инжир и бананы. А еще летучим собакам очень нравятся огурцы. Это сумеречное животное, поэтому период активности у них вечером и ночью. А живет семейство крыланов по соседству с черепахами. Черепахи подкармливаются за счет крыланов. Крыланы иногда бросают. С полета может бросить, не доесть какой-то фрукт. Он падает, черепахи подбирают. То есть у них такое совместное содержание происходит. Крыланы очень дружные животные. Когда в вольер заходит кто-то посторонний, самец бережно накрывает крыльями самку и детенышей. Но здесь они уже привыкли ко вниманию людей. Крыланы практически ручные домашние животные. Он может вот так вот просто сидеть на ручках. Но, конечно, если он устанет, либо сделаешь ему больно, то он может и цапнуть. Детеныши пробудут под крылом матери 4 месяца. Примерно столько же они будут находиться рядом с родителями, пока не начнут самостоятельно летать. Ксения Сетинская, Виталий Гривенко, Первый городской.